МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная бригада новостей дня продолжает свою работу. Я, Диана Васина, и журналист НТ расскажем о наиболее заметных событиях, произошедших в Новгородской области к этому часу. И вот главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серия питерских поджогов-колясок перемещается в Великий Новгород. Четыре детских транспортных средства сгорели ночью в многоэтажке на Лужской. Добрались добровичей. Марш-бросок десантных подразделений достиг города на мсте. Подарком стали показательные выступления от бригады спецназа ВДВ. Молодые и талантливые борются за признание. В Великом Новгороде открылся фестиваль-конкурс Международные дни искусств в России. В Боровичи вошло спецподразделение ВДВ. Десантники делают марш-бросок по стране, посвященный 75-летию Победы и 90-й годовщине образования воздушно-десантных войск. В райцентре представители крылатой пехоты участвовали в возложениях, посетили музеи, пообщались с молодежью. Но главным зрелищем стали показательные выступления. Протяженность марш-броска более 1200 километров. Он проходит по территории Московской, Тверской и Новгородской областей, по городам, в которых во время Великой Отечественной войны шли боевые действия. В общей сложности в рамках акции военнослужащие посетят более 100 населенных пунктов. Миссия непростая для любого солдата, но выполнимая. Среди состава присутствуют и девушки, которые успешно справляются со своей задачей. Знаете, я офицер, я в армии девушка. Это разные вещи. Мне легко, потому что со мной идет мой личный состав, солдаты. Конечно, большая поддержка, руководство, командиров. Поэтому преодолевается легко. Десантники проводят различные патриотические мероприятия. Среди них школьные уроки мужества, концерты, митинги и показательные выступления. Проект направлен в первую очередь на молодое поколение. Задача – показать, как тяжела, но и почетна воинская служба, как доставалась нашим солдатам Великая Победа. По словам военных, дети проявляют огромный интерес. Шикарно реагируют. На самом деле мы проходим здесь по городам, где ребята не так часто видят вживую те мероприятия, которые мы здесь выполняем. Поэтому для них это очень красочно и запоминающееся. На уроках мужества ребята фотографируются с солдатами и задают много вопросов. Больше всего школьников интересует простой быт военных. Как выглядит служба изнутри? В районном суде сегодня начался процесс в отношении бывшего главного бухгалтера Центральной городской клинической больницы. Женщина обвиняется в совершении служебного подлога. С 2016 по 2019 годы Галина Филипова, исполняя обязанности главного бухгалтера Центральной городской клинической больницы, давала указания своим подчиненным вносить в табель учета использования рабочего времени ложные сведения о фиктивно устроенном сотруднике. Затем лично заверяла составленный документ. На основании данных табелей работнику, который не работал в данном учреждении, была выплачена заработная плата около 800 тысяч рублей. Вину подсудимая признала в полном объеме, в связи с чем дело рассматривалось в суде в особом порядке. Сегодня же был оглашен и вердикт. Бывшему главбуху ЦГКБ назначено наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Региональное управление следкома подводит итоги работы в минувшем году. В этой теме была посвящена расширенная коллегия ведомства. В минувшем году количество зарегистрированных преступлений в регионе незначительно, но выросло. При этом отмечено снижение нарушений закона против личности, в том числе убийств, причинение тяжкого вреда здоровью и изнасилований. В числе приоритетов традиционно являлись вопросы установления лиц, совершивших особо опасные преступления против личности. Раскрываемость убийств остается в Новгородской области стабильно высокой. В 2019 году она составила 97%. Аналогичный период прошлого года – 94,9%. Раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего составила 100%. Увеличилась раскрываемость преступлений, совершенных в прошлые годы. Здесь сказываются современные методы криминалистики. В то же время руководитель управления отметил и недочеты. Например, увеличилось количество уголовных дел, возвращенных на дополнительное расследование. Работу органов следствия оценили и другие участники коллегии. Руководство области, правительство Новгородской области, беспокоит рост на 395 количества преступлений категории тяжких и особо тяжких. При этом отмечается, что значительный рост по 2019 году произошел в городе Великий Новгород и Старая Русса, которые для нас являются принципиально важными с точки зрения инвестиционной привлекательности и туристической значимости. Также на заседании были подведены итоги конкурса. Название лучшего следственного отдела, несмотря на отмеченную тревожную криминогенную обстановку, лучших результатов именно в расследовании преступлений удалось добиться коллективу Старорусского межрайонного отдела. У жителей нескольких деревень в Маловишерском районе одна мечта на всех – мост. Переправа необходима, чтобы не быть отрезанными от цивилизации, говорят люди. Набираться до работы, учебы, магазинов и больниц приходится порой в экстремальных условиях. Наш корреспондент Наталья Хмелева не без сложностей, но все-таки преодолела полосу препятствий, а также выяснила, чем может помочь районная власть. Спасибо, дорогая. Хоть мягенький, свеженький, а то недельной давности, а то и больше. В холодильничек положим и лежим. А то плюшки печем. Получить свежий хлеб для жителей деревни Горки – редкая удача. Купить его здесь негде, а привезти едва ли не так же сложно, как по дороге жизни. Впрочем, это же можно сказать про почту электриков, учителей и медпомощь. Сюда им просто не добраться. У нас в Барашихе тоже воспаление легких было. Ему пришлось сидеть, его отвезли потом уже в Новгород. Потому что уже чуть не умирал. Молодой парень тоже, 30 лет ему. Ну вот так мы живем. Все дело в реке Мста, которая буквально отрезала деревню от большой земли. Когда-то здесь была паромная, а затем и лодочная переправа. Последняя стояла на балансе городского поселения. Но с 2015 года полномочия по ее организации у местной администрации забрали. И остались лишь частные лодки. С тех пор выручает только мобильная связь и доброта соседей. Но не все так просто. Вот это и есть традиционный и, пожалуй, единственный способ переправиться через реку Мста. Говорят, вероятность добраться до противоположного берега 50 на 50. Может сломаться мотор, могут зажать льдины или уплыть в весла. Будем надеяться, нам повезет. И повезло, мотор заглох лишь один раз, а потому переправа состоялась. Так бывает не всегда. Два раза в год, когда идет шорох, то есть льдины, или река только начинает замерзать, добраться отсюда до других населенных пунктов, где у многих работа, можно только в обход. Полтора часа пешком через кладбище, лес и еще одну реку. До не менее опасного препятствия. Трасса М-11. Тут тоже пешком, через проезжую часть и на четвереньках вверх и вниз по откосам. На свой страх и риск. Конечно, тормозить не тормозят. Кто-то бибикает. Но вот последний раз, когда я выкладывала это видео, на меня написали, что смертники. Потому что это опасно, и они едут очень быстро, обрызгившись, все грязные, но иной раз. Но другого пути у нас просто нет. Местные власти оправдываются подобные транспортные проблемы здесь у многих населенных пунктов. Но на наведение мостов средств в бюджете просто нет. Думали найти инвестора, когда строилась трасса М-11. И даже проектировщика позвали оценить возможный проект. Мы вместе сюда выезжали, были проведены определенные визуальные замеры. Проектировщик в результате всего этого дела сказал, что примерно пешеходный мост, чтобы проложить с этого берега на тот берег, будет так, на вскидку оценен в миллиард рублей. На этом дело кончилось. А ведь эти деревни могли бы развиваться, уверяют местные жители. Места красивые, много дачников. Да и сельское хозяйство в свое время процветало. Был коровник, пилорама и жизнь в деревнях. А потом у хоть какая-то переправа нужна. Ведь бросать дома желающих нет. А значит, остается выбирать, рисковать на воде или же пробираться через М-11. Других вариантов у местных жителей пока нет. Из Маловишевского района Наталья Хмелева, Андрей Шестаков, Новости. Новгородское областное телевидение. 20 человек были эвакуированы сегодня ночью из-за пожара в многоквартирном доме по улице Лужская. К счастью, обошлось без пострадавших. Но огонь причинил материальный ущерб. Сгорели сразу 4 детские коляски. Сообщение возгораний поступило на пульт дежурного МЧС. В половину второго ночи прибывшие пожарные обнаружили, что на первом этаже общежития горят коляски. Подъезд был полон дыма. Жильцов в срочном порядке эвакуировали и приступили к тушению пламени. Прибыли пожарные расчеты. Три машины где-то было. Скорая была. Одной женщине с той половины стало плохо. Увезли женщину и ее сына. Пол второго встала. Мало того, что я в положении, еще и ребенку 10 лет. Поэтому, ну, как бы перепугались все. Огонь бушевал сильно. Через несколько минут от детского транспорта остался лишь железный остов. Пострадала проводка обугленной стены. Даже спустя несколько часов в здании стоит едкий запах дыма. В причинах пожара разберутся эксперты. Возможно, оставленные коляски могли загореться от брошенного окурка. Но жители считают, что это было намеренное вредительство. Стоит отметить, что недавно серия поджогов колясок прокатилась по Санкт-Петербургу. Один из эпизодов попал на камеры видеонаблюдения и поджигателя вскоре задержали. Им оказался мужчина без определенного места жительства. Поисковики отряда «Находка» продолжают серию уроков мужества, посвященных Дню защитника Отечества. Они проходят в рамках проекта «Новгородская правда», победившего в конкурсе президентских грантов. Сегодня старшеклассников девятой школы знакомили с героями-летчиками. Вот 41-й, в начале июня, все еще живы, все еще живы. Кадры мирной жизни начала июня 41-го года сменяются страшными зарисовками бомбежек и разрушений. Современным школьникам трудно представить, как такие же ребята, как они, вместо того, чтобы сдавать экзамены и готовиться к выпускному балу, оказались вынуждены брать в руки оружие и рыть окопы. Слишком стремительно и жестоко в жизнь целого поколения вторглась война. Уже в конце августа немцы заходили в наш Кремль по разрушенным стенам, по кирпичу битым. Уже везде лежали убитые красноармейцы, которых не очень-то спешили убирать. Горели дома, последние кораблики в Волхове платили, уходили по Волхову, увозят с собой последних защитников города. И их догоняли немецкие штурмовики, топили. Многим защитникам Отечества в те годы едва исполнилось 17-18 лет. Вчерашние школьники становились разведчиками, танкистами, летчиками, пехотинцами и погибали в первые же месяцы военной мясорубки. Поисковики до сих пор поднимают из земли неизвестных бойцов, возвращают из небытия их имена, погружаются в истории их подвига. Такие уроки мужества, по мнению Александра Морзунова, вызывают у детей интерес к истории и поисковому движению. Весной авторы проекта предполагают провести с ребятами практическое занятие. В лесах на месте показать, как ведутся поисковые работы. А мы продолжаем серию сюжетов о жителях нашей области, ветеранах Великой Отечественной войны. Сегодня отправимся в Боровичи, к Розе Семеновне Пшонкиной. Войну она застала дома, еще девчонкой, а закончила медсестрой военного госпиталя в освобожденной Польше. Сюжет Артема Забралина. Когда началась война, Розе Пшонкиной было всего 14 лет. Ее семья совсем недавно переехала в город Боровичи. Маленькая Роза радовалась каникулам, играла в лапту и прятки. Как вдруг пришли известия, поделившие жизнь всей страны на до и после. 22 июня, прекрасный день, солнце светит, красиво, все цветет, благоухает. Я в своем огородике, брат дома. Вдруг он выбегает, кричит, Роза, война началась. Все, все пропало. Брат сразу же уехал в Ленинград поступать в военно-морское училище. А в 42-м году его отправили на фронт. В следующий раз со своей сестрой он увидится только после победы. А вот с отцом, которого призвали в начале войны, Роза Семеновна больше не встретится никогда. Он был на Волховском фронте, но присылал нам письма. А в 43-м году его уже убили. До 44-го года Роза Семеновна трудилась в Боровической артели, где занималась нелегкой работой – от сбора картошки до разгрузки леса. Когда фронт пошел в сторону Германии, Роза вместе с подругами устроилась работать в госпиталь. У нас город госпиталей был. Большинство работало в госпиталях. А мы еще ходили к ним, писали письма, пели песни, концерты давали для раненых. Когда наши перешли в окончательное наступление, госпиталь отправился за войсками. И в 45-м году был уже в Польше. Кончилась война так же внезапно, как началась. Город разбудила раздающаяся отовсюду стрельба. Впервые сообщили о победе. На утро все было осыпано гильзами. Солдаты салютовали до самого утра. Но раненые продолжали пребывать, поэтому работа Розы Семеновны продолжалась еще какое-то время. После чего она вернулась в Боровичи, где и живет до сих пор. Артем Забралин, Галуз Гевандян. Новости Новгородское областное телевидение. Накануне вечером в областной филармонии открылся фестиваль-конкурс «Международные дни искусств» в России. Прослушивание, мастер-класс и итоговый концерт в рамках фестиваля будет присуждено пять гран-при, дающих возможность бесплатного участия талантливых конкурсантов в европейских фестивалях. Анна Окладникова побывала на открытии. Международный фестиваль искусств в Великом Новгороде проходит уже второй год подряд. На этот раз среди гостей итальянцы, испанцы, сербы и китайцы. Такое многообразие иностранных артистов разбавляют и наши соотечественники. В фестивале-конкурсе примут участие около 500 человек из Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно, Великого Новгорода. Конкурсные прослушивания пройдут в нескольких номинациях – музыкальное, вокальное, хореографическое и театральное творчество. Вы помните год назад, когда мы проводили этот фестиваль первый раз в Великом Новгороде. Был очень хороший отклик от новгородцев, был очень хороший отклик от всех, кто присутствовал на этом фестивале. И мы договорились, что приложим все усилия для того, чтобы встретиться еще раз, еще вновь в Великом Новгороде. Фестиваль-конкурс помогает развитию дружеских отношений между артистами разных жанров, национальностей и возрастов. Кстати, среди участников есть и совсем юные и уже довольно солидные – артисты от 4 до 80 лет. В состав жюри входят профессиональные музыканты, в их числе Анна Лиза Спадолини, одновременно являющаяся представителем Министерства образования Италии. У нее есть еще одна главная цель визита в Великий Новгород. Италия вкладывает огромное количество сил и денег на развитие культуры и искусства в своей стране. И, конечно, мы заинтересованы делиться своим творчеством и черпать какие-то навыки у других стран. Россия известна во всем мире своей техникой и в области культуры и искусства в том числе. Поэтому мы заинтересованы. Наше министерство уже начало финансировать определенных учеников и участников из Италии для того, чтобы они начали приезжать сюда, в Россию, проходить обучение, участвовать в ваших мероприятиях. В частности, мы заинтересованы финансировать такие коллективы для поездки и в Новгородскую область. На открытии концерта выступали артисты из России, Италии и других зарубежных стран. В качестве гостя был приглашен камерный оркестр Новгородской областной филармонии. Еще до торжественного начала на входе ждали нетерпеливые любители искусства. На этот фестиваль у них были большие надежды. Я жду хорошего настроения, очень интересных впечатлений от концерта. Тут приезжают к нам испанцы, китайцы, танцевальные коллективы. Я думаю, для Новгорода это событие. Мне сегодня сообщили, что это за 15 минут, и я уже здесь оказался. Я с большим желанием хочу попасть на этот концерт. Были дела, но я все-таки решила посмотреть итальянцев с испанцами. И вот мы с приятельницей здесь. Среди зрителей случайным образом нам удалось встретить и участницу конкурса. В прошлом году я уже принимала здесь участие. И как результат? И выиграла гран-при, и полетела в Италию. Сторву, вы опять решили полететь в Италию? Да. Фестиваль-конкурс продлится до 15 февраля. На галоконцерте выступят самые яркие номера и будут выявлены победители. Пять гран-при, дающих возможность бесплатного участия талантливых конкурсантов в европейских фестивалях. Анна Окладникова, Андрей Шостаков. Новости. Новгородское областное телевидение. Сегодня в Великом Новгороде состоялась презентация совместного испано-российского проекта. Результатом сотрудничества двух стран стало производство цистерн для перевозки нефтепродуктов. Два года назад компания «Гудтрейлер» открыла в Великом Новгороде новое производство. Удобное географическое расположение и инфраструктура позволили ввести новый производственный принцип. У нас нет больших станков производственных, как плазма, листогиб. Мы изготавливаем чисто европейским методом. То есть мы занимаемся чисто сборкой. Нарезкой гибкой металла занимаются другие предприятия Новгородской области. Поднимает таким образом общий уровень промышленности региона. Новое направление в работе компании – выпуск цистерн для перевозки жидких нефтяных продуктов. Первый ее образец продемонстрировал заказчикам уровень качества финального продукта. Сборка и покраска на самом высоком уровне. А сам проект можно назвать интернациональным. Его основа изготавливается в Испании. Продукт, который поставляется полуфабрикатом в Россию – это алюминиевая колба, который здесь обрабатывается, окрашивается и дособирается до полнокомплектного изделия – полуприцеп цистерна. Чтобы конечный продукт соответствовал российским условиям эксплуатации, нужно внести большое количество изменений, направленных на прочность и износа стойкости изделия, а также на соответствие всем требованиям перевозки нефтепродуктов. Наша производство, конечно, для российского рынка уникальное. То есть мы производим длинные прицепы, которые соответствуют законодательству Российской Федерации, но запрещены в Европе. То есть нашим европейским конкурентам тяжелее работать на русском рынке. Если доставлять уже полностью готовые цистерны из-за границы, цена будет существенно выше. Поэтому компания «Гудтрейлер» организовала производство таким образом, чтобы сотрудничать с европейскими производителями, пользоваться услугами новгородских компаний и при этом выпускать качественный продукт по низкой цене. Артем Забралин, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. В завершении выпуска напомню, что поделиться интересной информацией с нашей редакцией можно по телефону 70-3003. Все комментарии и предложения, опубликованные в наших социальных сетях, тоже не остаются без внимания. Это были итоги уходящего четверга. Сейчас очередь прогноза погоды. Я передаю слово Арине Аксеновой, прощаюсь и желаю хорошего завершения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова